Музыка Господин посол, я очень рада вас видеть в студии. Ну, Сьерра-Леоне очень интересная, небольшая страна в Западной Африке. С одной стороны, мало знакомая для россиян, но с другой стороны, знаете, сразу же ассоциация Сьерра-Леоне, это значит огромное количество бриллиантов, алмазов, вот сразу же это срабатывает. Я, к сожалению, ни разу не была еще в Сьерре-Леоне, обязательно, надеюсь, посетить в ближайшее время. Вот, поэтому, естественно, когда готовилась к интервью, находила какие-то интересные факты, вот, ожидаю интересный разговор, но вы будете что-то подтверждать, что-то опровергать, поэтому давайте тогда начнем. Ну, первое, что мне вот очень удивило, что, смотрите, вроде бы в Сьерре-Леоне официальный язык английский, но, с другой стороны, там еще больше 20 языков, и люди, в принципе, даже не английским больше пользуются, а вот креольский, какая-то смесь креольско-французского и так далее. Да, правило, но прежде всего, я хотел бы привязывать ваши джитали, и, а, и шо, потому что, спасибо за шоу, что вы, мне прикрасили сюда, мне очень, rather, сезезбит. Вы правы, у нас полизы не искупает мне, где-то, алмази, или золота, и так далее, очень много в стране, но, как вы начали, у нас страна очень маленькая, где-то почти 7 миллионов человек, 7 миллионов человек, но они только занимаются мало места страна, потому что страна большая, чем население, которое в стране, и даже еще страна, богатые люди, которые в стране, потому что, если бы мы могли бы использовать все эти полезные, искупаемые, каждый человек в Исраиле будет очень богатым, если мы будем использовать все эти полезные искупаемые эффективно, потому что есть еще боксы, есть еще очень много, и, да, это очень, короче, это богатая, маленькая страна, но еще богатая страна. Ну, к этому мы еще вернемся, но вот я как раз хотела продолжить тему языков, но что, да, подождите, что меня удивило, но в то же время знают очень, ну, скажем так, более старшее поколение, но тем не менее знают русский язык и очень любят туристов из России, понимаете? Ну, можно сказать, что у нас там 16 местных языков, и местных языков, значит, что у нас 16 этнических групп, каждый из этих этнических групп у них свой язык, но, кроме того, у нас криотский язык, который является как общественный язык, на котором говорят почти все сингальонсы. И, как вы правильно говорили, у нас английский язык, официальный язык, на котором занимаются бизнесы и так далее. Еще я хочу еще дополнить, что на что, что вы говорили, что во время Советского Союза и в нынешнее российское время у нас здесь учили очень много сиральонсов, и у нас были очень хорошие, близкие отношения с Советским Союзом и Россией. Ну, вы действительно, вы абсолютно правы, у нас действительно в свое время были ну, очень теплые, дружеские отношения, потом был какой-то период, ну, не то, что, скажем так, немного, ну, не то, что охлаждение, но, скажем так, да, меньше мы общались, но сейчас, смотрите, опять возобновляется такая вот тесная дружба. Более того, у вас в прошлом году состоялись выборы президента. Наш заместитель министра, господин Богданов, встречался, да, с вашим президентом, с вашим министром иностранных дел, и, собственно говоря, договорились о развитии экономических отношений, да, в сфере рыболовства, агрокультуры, энергетики. Ну, вот добавьте, что я еще не сказала. Да, и еще у нас там наши русские друзья, можно так сказать, которые занимаются добычей боксов, и добычей алмазов, и добычей золота, что у нас очень много там русских людей, которые занимаются другими делами, сферами. Вы прав, что господин заместитель министра иностранных дел, побывая в СССР. Кстати, он мне сказал, но только не говорит другие люди, понимаешь, он мне сказал, что я очень, меня очень понравилось в вашу страну. Это очень красивая страна. Я там буду еще опять. Он мне сказал Богданову, когда я встречался с ним в министре своей иностранных дел. Значит, что вы правы. И кроме того, как вы сказали, у нас выбрали президента, который 55 лет, он молодой человек, он тоже солдат, он бывший генерал, генерал в армии. И он, когда я встречался с ним, когда он мне назначал, чтобы быть посолом здесь в России, он мне сказал, что давайте, друг, мне очень нравится Россия. Я хочу установить дружесть войны, не только бизнес, но дружесть войны отношений с этой страной. Поэтому у нас всегда было очень честное, дружесть войны отношения с Советским Союзом. И это отношения продолжались с Россией. И мы не знали, что произошло. Наверное, я уже это говорил с несколькими людьми. После распада Союза Россия придется сначала сохранить свою границу и немножко забыли от их интереса в Африке. Но, слава Богу, что господин Лабров и господин Богданов, они уже снова начинали интересовать и установить отношения с африканскими народами. Но не только. Но я очень рад, что они видят с религией как экземпляр африканских народов. И поэтому мне будет рад, если большинство россиян будет привлекать к нам. Если они хотят там жить, пожалуйста. Если они хотят там делать бизнес, пожалуйста. Что им угодно. Так, ну вот очень хорошо. Мы сейчас перешли как раз к теме бизнеса. А вот как вы считаете, вот именно бизнес-отношения? Потому что давайте не будем скрывать, что, конечно, для экономики страны очень важно именно отношения даже не столь крупного бизнеса, сколько малого и среднего бизнеса. Поэтому вот как раз взаимодействие. Вот вы вообще чувствуете интерес, скажем так, россиян к рынку Сьер-Леоне? И что вообще вот вы можете предложить, да? Если, например, какой-то российский бизнесмен хочет открыть компанию. Что ему для этого нужно в Сьер-Леоне? Что, если говорить, что им нужно сначала? Они должны говорить со мной. Во-первых, потому что я лицо Сьер-Леоне в России. Но если серьезно говорить, условия в Сьер-Леоне для бизнеса, это очень хорошо. Можно, если россияне хотят сделать бизнес, потому что уже правительство снижили, снижили лиготы. Снижили лиготы и лицензии для тех, которые хотят сделать бизнес в Сьер-Леоне. Если это маленький бизнес, если это крупный бизнес. Есть условия для нас. Правительство взяли на себя обезьянность, чтобы каждый бизнес безопасности для этих, которые сделают инвестиции. Взяли условия для инвестиций в Сьер-Леоне. И правительство еще не только для россиян, но для всех. Но обязательно, особенно россияне, 44 часов можно регистрировать свой бизнес. И не будет никакой барьер, не будет никакой трудности с тобой усыновить свой бизнес. Если даже есть россияне, которые хотят сделать бизнес в Сьер-Леоне, они могут быть ко мне приходят в посольство, и я могу им дать совет. Даже те, которые хотят сделать крупный бизнес, я готов, я сам готов, я готов с ними в Сьер-Леоне. Потому что я знаю, что это мой интерес, и это интерес Россия, если я могу взять людей, чтобы инвестировать в Сьер-Леоне. Вот это, кстати, очень хорошо, что мы об этом заговорили, потому что, господин посол, у нас как раз при первом неофициальном канале есть деловой совет, где власть напрямую может пообщаться с бизнесом. Я приглашаю вас стать членом нашего делового совета, как раз вам есть что рассказать, и рассказать нашим российским бизнесменам о преимуществах ведения бизнеса в Сьер-Леоне. И наоборот, вполне возможно, что бизнесменам из Сьеры-Леоне захочется приехать на российский рынок. То есть я думаю, что это будет очень полезно. Я с удовольствием могу участвовать. Как говорить, чтобы рассказать людям и россиянам, что происходит в Сьер-Леоне. Потому что наш президент говорит, что у нас страна открыта для бизнеса. И я могу просто советовать россиянам, чтобы они спешили. Они не ждали, потому что это новое правительство, где-то меньше год власть. И они должны спешить, чтобы сделать бизнес в Сьер-Леоне. Сьер-Леоне открыт для бизнеса. Не ждите. Здесь вы абсолютно правы. А кстати уж, давайте поговорим, а какие вообще сьер-релионцы люди? Я имею в виду черты характера основные. О, они, можно сказать, они дружеские люди. Они открытые люди. Они гости приемы с веней. Они гости приемы с веней. Кстати, я вам говорю, что сьер-релионцев, они даже любят гости, чем даже сьер-релионцев. Они очень любят гости. Так, я поняла. По поводу бизнеса ясно. Теперь по поводу, смотрите, туризма. Насколько вообще страна готова к принятию туристов? Ну вот, в частности, из России. Туристическая индустрия не так развита. Но правительство взяло туризм один из главных для его дела. Значит, что правительство сейчас делает очень много, чтобы разбираться с туризмом. Потому что, чтобы развивать, чтобы делать условия для инвестиций. Но страна, в которой говорят, люди признают, что это Гавайи в Африке, это уже другое дело. Не, ну действительно, там действительно красивые белоснежные пляжи, шикарные. Но нужны отели. Есть отели, есть отели. Есть очень много отелей. Есть очень много отелей. Особенно в столице. Еще есть у нас несколько остров. Маленький-маленький остров, в котором очень есть потенциал, чтобы сделать как ресорт. Там, где-то можно развивать какую-то гостиницу или отели, чтобы где можно отдыхать. Да, и, конечно, надо начинать со столицы, потому что даже красивое название столицы, да, Фритаун. Да, действительно. И там очень много и церквей, и архитектуры. И знаете, что я вообще с удивлением узнала? Что первая постановка Шекспира Гамлета, она была в Сьерра-Лионе. Сьерра-Лионе? Люди не знают, что столица прямо там, в Атлантический океан. Несколько людей это не знают? Да, да, да. Прямо там, в Атлантический океан. То есть даже никуда и ехать не надо. Ну, когда... Прилетел и пошел в океан. Пошел в океан. Кстати, с аэропорта, даже можно ходить до океана, до Атлантического океана. До аэропорта. Серьезно? Да, серьезно. Пять минут. Слушайте, это здорово. Это вообще нигде такого нет. Я даже не слышала. Да, поэтому нынешняя власть, они хотят развивать какие-то готели в аэропорте. Чтобы люди, которые не кушают в столице, они могут прямо там жить. Хорошо, давайте поговорим о национальной кухне. Насколько я узнала, что в Сьерра-Лионе практически люди не употребляют мясо. Очень развиты морепродукты. Но в основном едят люди рис. Более того, с рисом очень много различных блюд. И даже есть такая поговорка, что если ты сегодня не поел рис, значит, ты вообще сегодня ничего не поел. Ты сделаешь твой рис, очень хорошо. Спасибо. Если ты с Ролёсом дают то, что есть, если не дают рис, он будет сказать, что я сегодня ничего не кушаю. Ну и очень хорошо. Самый популярный – это касава-лив. Так, это что такое? Касава-лив – это из касава, которая… Это крупа. Крупа в земле. Можно готовить это. Можно еще готовить лист. Да. Это лист, который они готовят, называется касава-лив. Касава-лив. Если каждый, даже мои друзья, наши россияне, которые уже туда ехали, которые туда работают, они говорят, что «Мухаммед, я очень люблю касава-лив». А, то есть это очень страшно. Касава-лив. Касава-лив можно положить там рыбу, можно положить там мясо и так далее. И сделать какое-то блюдо, чтобы кушать с рисом. Люди кушают касава-лив с рисом. Господин посол, спасибо за интересный разговор. Я желаю вам успехов и надеюсь вас увидеть в нашей студии еще не один раз. Спасибо за приглашение. И пригласите еще раз. Мне было здесь очень удобно. Я всегда готова объяснить россияне, как в Сиролю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!